Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня мы с вами поговорим о переходе с разных систем налогообложения. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Вы видите на экране заставку с нашими контактными данными, то есть электронная почта, телефоны и адрес сайта. Приглашаем вас посетить сайт. Через некоторое время после проведения вебинаров выкладывают их запись. Так что если вы не успели досмотреть или время было для вас неудобное, вы можете вернуться и просмотреть интересующие вас материалы через сайт. Итак, мы сегодня программа нашей встречи, вы видите ее на экране. Сегодня мы поговорим про наиболее значимые изменения по бухучету и по налоговому учету, которые в этом году произошли. Поговорим про новые системы налогообложения, которые приняты и начнут действовать со следующего года. Ну, соответственно, тонкости, которые нужно учитывать при выборе системы налогообложения. Поговорим о настройках, о дополнительных отчетах, которые можно получить в ERP. Ну, собственно, все на тему, как подстелить себе соломки и не упасть при переходе с одной системы на другую. Итак, значит, еще пару слов о том, как будет построен наш вебинар. По слайдам мы будем смотреть нормативную, так сказать, информацию. Будем параллельно с этим переключаться в демонстрационную базу ERP. Сейчас я туда переключусь. То есть вот. И здесь уже будем, так сказать, живьем смотреть, как можно практически осуществить шаги, про которые я буду рассказывать. Ну, соответственно, куда сходить и чего нажать, чтобы получить желаемый результат. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. Итак, в принципе, у нас 2022 год, наверное, один из самых урожайных. Даже 2021 год, в общем-то, немножко ему уступает. У нас было очень много изменений. Изменения коснулись как бухгалтерских документов, то есть были введены новые ФСБУ, обязательные к применению. Так и достаточно много было нормативных актов, которые регулировали какие-то правила, какие-то дополнительные, не такие глобальные изменения. То есть у нас изменился порядок работы с больничными листами. Упс, извините. Это у нас дымобаза немножко капризничает. Ну, соответственно, и детские пособия, поскольку ввели новый МРОД, и детские пособия, которые платятся, соответственно, были тоже изменены. Поскольку с нового года нас ждет переход на единый налоговый платеж, ну, что, соответственно, были изменены правила зачета налогов и взносов. Мы об этом поговорим поподробнее. Были предоставлены льготы некоторым отраслям. То есть льготы по налогам, например, по НДС, были льготы по общепиту для IT-компаний. Ну, то есть изменений было достаточно много. Изменился бухгалтерский учет основных средств в связи с тем, что вводили ФСБУ 6-2020 и 26-2020. Естественно, претерпела изменения и такая, в общем-то, достаточно сложная процедура. Первое – это модернизация основных средств. Поскольку было введено новое ФСБУ, то изменился бухг учет аренды и лизинга. Ну и, собственно говоря, изменений было достаточно много. Ну, начнем с больничных. С 1 января этого года вы знаете, что медучреждения оформляют больничные листки только в электронном формате. То есть от работника больше не требуется, чтобы он бежал к вам с больничным листочком. Эта информация будет передана автоматически. И ФСС получает от медучреждений напрямую электронные больничные листки. Ну и, соответственно, работодатели получают ее от ФСС. В связи с такими изменениями очень актуальны стали работы в личном кабинете. То есть когда вы регистрируете личный кабинет напрямую на сайте либо налоговой инспекции, либо пенсионного фонда. Ну, то есть, соответственно, на сайте какого-то фискального органа. И в 1С у вас отражается эта информация. Вы можете перейти, не выходя из программы туда, посмотреть, если что-то надо. Ну, поскольку с 2022 года у нас повысился федеральный МРОД, то есть сейчас он составляет 13 890 рублей, то, соответственно, изменились и взносы, которые привязаны к размеру МРОД. То есть это страховые взносы малого и среднего бизнеса. Это если мы говорим про обычные тарифы. Соответственно, изменились пособия по болезни, то есть больничные, по беременности и родам. Ну и, собственно говоря, размер пособия, которые получаются по декретному отпуску, у нас тоже вырос. Вырос минимальный размер, это сейчас составляет 63 932 рубля 40 копеек. Ну и все производные, которые рассчитываются от суммы МРОД. Как я уже говорила, в связи с тем, что с Нового года нас ожидает переход на единый налоговый платеж, несколько упростили работу с задолженностями или переплатами по налогам. То есть если раньше мы могли зачитывать, например, переплату только по федеральному бюджету в счет каких-то федеральных налогов или наоборот в счет местных, то сейчас мы можем зачитывать переплату по налогам в счет уплаты страховых взносов. Ну и, соответственно, наоборот. То есть мы можем переплату по НДФ зачесть в счет уплаты, например, страховых взносов, пенсионных или каких-то других. В учете основных средств у нас тоже достаточно много новостей. То есть ФСБУ 6-2020 – это ФСБУ, которая регулирует правила учета основных средств, а ФСБУ 26-2020 регулирует капиталовложение, которое с этим связано. То есть лимит стоимости нам теперь учитывать не надо. То есть то, что у нас раньше было сначала 40 тысяч, потом 100 тысяч. Сейчас организация такие лимиты устанавливает самостоятельно и может сделать их одинаковыми, чтобы был и бух учет, и налоговый учет не расходился. Можно установить одинаковые лимиты, например, как в налоговом учете 100 тысяч. Ну и, в общем-то, изменения по амортизации. Поскольку вот эти два ФСБУ 6-2020 и 26-2020 ввели новые понятия, одно из таких понятий – это ликвидационная стоимость. Соответственно, амортизацию мы начисляем теперь на стоимость основного средства, уменьшенную на ликвидационную стоимость. Второй параметр, который изменился, то есть раньше основное средство принималось к учету в месяце следующим за его поступлением. Но теперь мы можем выбирать, какое из двух правил мы будем применять. То есть мы его примем к учету, начиная с момента его приобретения или используем по-старому со следующего месяца. Переоценка тоже претерпела изменения. И появился еще новый термин – обесценение основных средств, которые надо проверять раз в год. То есть это у нас закреплено правилами НСФО 36. То есть нужно обращать внимание на то, что переоценка хотя бы раз в год должна обязательно присутствовать. Как я уже говорила, с 1 января 2022 года у нас остался единый вариант налогового учета по лизингу. То есть сейчас это амортизацию начисляет лизингодатель, а лизингополучатель учитывает у себя, то есть признает лизинговые платежи. Порядок, который действовал раньше и определялся в договоре лизинга, допустим теперь только для сделок, исполнение которых началось до 2022 года. То есть, например, если у вас в 2019 или в 2020 году был приобретен предмет лизинга, то вы будете учитывать лизинговые платежи по старой схеме. А если приобретение основного средства по лизингу произошло уже в этом году, то вы применяйте именно вот тот вариант, про который мы только что с вами поговорили. Кроме этого, поизменялись, естественно, и показатели для упрощенки. То есть с учетом коэффициента дефлятора будет происходить предоставление налоговых вычетов либо на жилищный, либо на социальный вычет. То есть теперь налоговая будет сама присылать работодателю соответствующие документы, подтверждающие право на вычет. То есть как раньше, по аналогии, как раньше, ну и в принципе сейчас для физических лиц налоговая сама присылала платежи по прочитающимся к уплате налогам. Так теперь будет происходить и с жилищными или социальными вычетами. То есть налоговая инспекция будет присылать работодателю уведомление о праве применения работникам такого вычета. Обратите внимание, что такие уведомления должны применяться с начала года, а не с месяца, когда получено уведомление. Ну и, наверное, в сдаче отчетности тоже произошли, ну здесь как раз-таки позитивные изменения. Потому что теперь сдавать бухгалтерскую отчетность можно через сайт, например, налоговой инспекции. То есть везде запущены сервисы на подачу электронной, на подачу отчетности в электронном формате. И можно прямо на сайте, например, через личный кабинет или просто на сайте подготовить и отправить отчетности. Но здесь нужно помнить об одном моменте, что для того, чтобы отправлять какие-то отчеты или документы, вам необходимо оформить электронно-цифровую подпись, квалифицированную электронно-цифровую подпись, КЭП. Оформляется она с этого года только в налоговых органах. То есть если раньше ее могли выпускать операторы связи, например, там Астрал, Контур, СБИС, то сейчас это делает только налоговая инспекция. И, к сожалению, для этого вам необходимо будет прийти в налоговую. То есть подать заявление на посещение налоговое вы можете и через сайт, например, госуслуги. А вот прийти за тем, чтобы оформить КЭП, требуется лично. Ну и, наверное, самая громкая, нашумевшая новость – это о том, что с 1 января у нас ожидается объединение фондов, то есть пенсионного фонда и соцстраха. И в связи с этим нас ждут, в общем-то, очень революционные мероприятия, когда перестают действовать некоторые отчеты, которые мы сейчас сдавали, и будет подаваться один объединенный отчет в новый фонд, который объединяет в себя и пенсионный фонд, и фонд социального страхования. То есть сейчас мы сдаем отчеты 4 ФСС, СЗВМ, СЗВСТАЖ, СЗВТД. Ну, соответственно, со следующего года мы эту отчетность сдавать не будем. Вместо нее будет сдаваться один отчет. Но, к сожалению, как обычно у нас бывает, отчет-то один, но сдавать его придется несколько раз. Потому что срок отчета установлен, подачи отчета установлен 25 число. Но некоторые отчеты, например, СЗВТД, СЗВСТАЖ, должны оформляться при приеме, например, или увольнении работников, должны оформляться на следующий день после проведения такой операции. И поэтому, если у вас такие события произошли, вам придется этот отчет сдавать несколько раз. То есть и тогда, когда вы приняли или уволили человека, и тогда, когда по сроку вы обязаны подать этот отчет. И обратите внимание, что в этом году мы сдавали в электронном формате или в бумажном формате по одним правилам. Эти правила тоже изменились. И в электронном виде теперь эти отчеты нужно сдать в том случае, если у вас численность персонала больше 10 человек. Раньше был другой показатель. И обратите внимание еще на одну тонкость, что в этом случае учитывается не среднесписочная, как мы, в общем-то, уже привыкли, а количество работников, по которым начислены выплаты. То есть количество людей, которые у вас работали среднесписочно, это немножко разные цифры будут получаться. Что у нас сейчас имеется по налогам? С учетом всех наших нововведений, всех наших революционных шагов и так далее. То есть сейчас в России существуют режимы налогообложения, которые вы видите на экране. То есть основная система налогообложения, упрощенка, которая 6% и... Извините, перескочила у меня программа. 6% и 15% есть ЕСНХ, единый сельскохозяйственный налог, патентная система, но сейчас ей могут пользоваться только ИП, то есть предприниматели. Налог на профессиональный доход точно так же доступен или ИП, или физическим лицам. И вот мы добрались с вами до новой системы налогообложения, это АУСН, то есть автоматизированная, упрощенная система налогообложения. В процессе ее принятия было очень много и замечаний, и рекламных мероприятий, и, соответственно, комментариев, то есть вызвала она достаточно широкий резонанс, но, тем не менее, анонсировано, что с нового года она будет возможна к применению. Сейчас она работает как пилотный проект всего в четырех регионах, то есть это Москва и Московская область, Калужская область и Татарстан. То есть это области, которые, так сказать, обкатывали на себе самозанятых, работу с самозанятыми. Ну, соответственно, я не открою страшной тайной о том, что общая система налогообложения – это фактически самая дорогостоящая, если можно так сказать, система по налогам, то есть наиболее тяжеловесная. То есть здесь сдается и НДС, и налог на прибыль. Ну, соответственно, все налоги, которые у нас есть, и ограничений по общей системе налогообложения практически не имеется, за исключением, может быть, только под акцизмом товаров. Упрощенка – это на данный момент самая популярная система. Она имеет ограничения по выручке, по количеству сотрудников и по стоимости основных средств. Причем, обратите внимание на такой момент, что этот год у нас переходный. То есть если вы по упрощенке превысили на определенные параметры какой-то показатель, например, выручка у вас немножко выше, или численность людей, например, вместо 130 человек – 135, то в этом случае, в этом году, то есть в переходный период, вы не теряете право на применение упрощенки, но вы должны будете уплатить налоги по повышенной ставке. То есть вместо 6% вы заплатите 8%, а вместо 15% будет 20%. Тем не менее, несмотря на большой резонанс, автоматизированная упрощенная система, хотя и кажется очень привлекательной на первый взгляд, особенно для мелкого и микробизнеса, она имеет очень много ограничений. То есть это из серии, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И вот теперь мы можем поговорить про подводные камни этого режима. То есть перейти на упрощенку могут и юрлицы, и ИП, то есть здесь нет ограничений. Ограничения касаются численности работников, то есть не более 5 человек в месяц. И среди них, внимание, не должно быть налоговых нерезидентов. То есть вы не можете использовать работу гастарбайтеров, у вас должны быть все наши родные российские резиденты. Следующее ограничение – это по доходам. То есть выручка должна быть не более 60 миллионов, то есть значительно ниже обычной упрощенки. И остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов. То есть это так же, как и на обычных упрощенках. Еще одно ограничение, что у такого предприятия или ИП не должно быть филиалов или обособленных подразделений. Даже если это происходит, например, в рамках одного города. То есть если у вас обособленное подразделение, то есть магазины, которые фактически зарегистрированы в разных районах города, то вы уже не сможете применять эту систему. Ну и также собраны, фактически собраны все ограничения, которые применяются и к действующим упрощенкам, и не только. То есть доля участия других организаций, то есть юрлиц, должна составлять не более 25%. А вот теперь основной момент. Счета такая организация может открывать только в банках, которые есть в перечне уполномоченных. То есть сейчас есть перечень уполномоченных банков. Туда входят все наши, ну так сказать, ГАНТ, СБЕР, ВТБ, Альфа и так далее. Но список на данный момент не полный. Он будет дополняться. И скорее всего стоит ожидать, что уже как бы согласованный утвержденный список мы увидим в начале следующего года. То есть уже тогда, когда можно будет принимать решение о том, что открывать в таком банке счет или не открывать в таком банке счет. Автоматизированная упрощенка запрещает применять другие спецрежимы. То есть сейчас вы можете какие-то виды деятельности вести, например, по упрощенной системе, а по каким-то применять, например, общую систему. В этом случае вы должны будете вести раздельный учет по налогам, по другим показателям. Но такое совмещение возможно. На АОСН этого делать нельзя. Ну, естественно, новую упрощенку не могут применять те организации, которые имеют какие-то ограничения по обычным упрощенкам. Ну, то есть сюда относятся банки, страховщики, ломбарды, бюджетники, ну и так далее. Те, кто сейчас не может применять обычную упрощенку. То есть, если вы решили, что этот режим для вас удобен, то следует проверить, что ваше предприятие, кроме всего прочего, внесено в реестр малого и среднего предпринимательства. В этом случае такой режим вам подходит, и вы можете начинать действия по переходу на этот режим. Но на самом деле это еще не все сложности, которые касаются нового режима. Собственно, почему он кажется таким привлекательным? Собственно, чем он отличается от действующих ныне упрощенок? Ну, первое, это нулевые тарифы. То есть сейчас упрощенка платит, если это, например, ИП, то он платит страховые взносы за себя. Он может их принять в зачет, но тем не менее. Здесь установлены нулевые страховые взносы. То есть пенсионка, медстрах, страхование от несчастных случаев. Что-то у нас очень неустойчиво работает домобаза. Страхование от несчастных случаев и так далее имеет нулевой тариф. Единственное отличие, что взносы на травматизм, то есть несчастное страхование, в этом случае фиксированы 2040 рублей в год. Ну, естественно, по результатам года будет проведена индексация. Эта сумма будет изменена, но, скорее всего, не сильно кардинально. при этом, если считать, что такой платеж вносить ежемесячно, это порядка 170 рублей в месяц, то есть сумма совершенно не обременительная. еще один момент, еще одна тонкость, которую надо учитывать, что сейчас применять автоматическую упрощенку АУСН могут только те юрлицы или ИП, которые зарегистрированы после 1 июля, то есть после того момента, когда этот спецрежим стал доступен. те компании, которые уже действовали ранее, могут начать работать на АУСН только с 2023 года. И здесь обратите внимание, что все это хорошо и звучит очень привлекательно, но это касается только четырех пилотных регионов, в которых это применение уже начато сейчас и, соответственно, рассчитано до 2027 года. Самая большая изюминка этого режима в том, что при применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения не нужно будет сдавать отчетность и считать налоги. В этом случае банки по межведомственному обмену сообщают налоговую инспекцию обо всех оборотах по банку, платежках с учетом новых кодов указывается что за денежки например вам поступили то есть принимаемые как выручка или это заемные средства и та же самая история касается выплат и, соответственно, налоговая инспекция самостоятельно рассчитывает какой налог вы должны заплатить и самостоятельно присылает вам уведомление о том, что вам было насчитанным извините, опять перескочила у меня демонстрашка ну, соответственно, это избавляет от сдачи отчетности от всех переживаний, которые связаны с тем, что приняли не приняли отчетность и так далее, но ограничений достаточно много и как вы видели сами из показателей, которые закреплены в требованиях, то этот режим рассчитан на совсем небольшие предприятия или эпистов. Но для того, чтобы применять этот новый спецрежим, необходимо будет сделать в ERP в частности некоторые настройки. Сейчас мы все-таки переключимся на демо-базу, попробуем пока она перезапускается, то она у нас очень неустойчива почему-то сегодня работает. Ну, собственно говоря, например, в 1С бухгалтерии мы при запуске сразу видим те разделы, которые есть, которые мы можем использовать и все хорошо, то есть мы сразу можем в этом ориентироваться. А вот в ERP и в некоторых еще других конфигурациях к сожалению не все так гладко, так вроде бы запустилось, сейчас мы попробуем прийти, вот, то есть для того, чтобы, например, перейти на другой налоговый режим, мы через раздел НСИ и администрирование должны будем зайти в меню организации и изменить настройку учетной политики. Ну, я выберу, например, Андромеду, то, что ближе находится, и сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут есть. Ну, то есть закладочки общая информация адреса и телефона здесь понятно запускается, открывается, вернее, извините, регистрационная информация, которая есть в регистрационных данных. обратите внимание на строение на интерфейс вот этих закладочек, они изменены по сравнению, например, с версией 2.4, то есть у нас установлена версия 2.5 и с учетом того, что изменений много, изменения касаются не только форм регламентированной отчетности, но и систем налогообложения, то обязательно перед тем, как какие-то действия предпринимать, нужно проверить, какой у вас релиз. Проверить мы это можем вот по такой пиктограммке, меню о программе, то есть там, где вы видите вот такую пиктограммку и в кружочке, это значит информационные сведения о чем-либо. То есть вот здесь мы видим номер платформы, которая применяется у вас, и вот в этих строках мы видим номер релиза, который у вас установлен. Соответственно, перед тем, как делать какие-то телодвижения, необходимо посмотреть, чтобы у вас был актуальный релиз, потому что возможно с выпуском новых релизов проблема, которая вас беспокоила, уже ликвидирована и можно уже на нее внимания не обращать. Итак, интересует нас учетная политика. Обратите внимание, что в учетной политике у нас есть настройки систем налогообложения, то есть, если мы переходим сюда, здесь у нас, видите, идет настройка с какого числа, например, мы переходим на УСН и уведомление, какой номер и от какого числа, если вы уже, например, подали. у нас есть учетная политика финансового учета и учетная политика бухгалтерского учета. Ну, естественно, куда же нам без налогового учета, у нас есть и налоговый учет. И налоговый учет как раз таки, если мы хотим применять автоматическую систему налогообложения, мы должны будем вынести вот здесь по переходу, переходя по ссылочке изменить. Я совершенно сознательно показываю сейчас достаточно старую версию, старый релиз, потому что видите, здесь можно было просто ввести, например, с какого времени действует моя текущая учетная политика, какая доходы или доходы минус расходы и выбрать ставку. То есть поскольку наши законодатели считают, что новый налоговый режим это сравнение наверное как с манной небесной, то соответственно за это надо платить, поэтому взносы по автоматизированной упрощенке выше, как я уже говорила, чем по обычной и соответственно если здесь мы устанавливаем например доходы, то в этом случае мы можем установить ставку, если доходы, то это 8%. Обратите внимание вот на такой значок, который часто встречается в конце. Это тематическая справка, то есть по контексту. Если я вот сейчас ее возьму, то вы видите данные, которые применимы к прошлогодним показателям. в этом году у нас лимит 219 и 135 человек, то есть 219 миллионов и 135 человек. Стоимость основных средств не пересматривается ни в каком режиме, ни на обычных упрощенках, ни на автоматизированной упрощенной системе. Сейчас применяется релиз конфигурации уже 258 и там пошли релизы 232 и так далее. То есть в этих релизах по переходу вот по этой ссылочке мы уже просто проставляем флажок применять автоматизированную систему налогообложения или не применять. Ну и соответственно заодно вы можете проверить и остальные свои показатели, потому что изменения, которые происходят в этом году, соответственно затронули и учетные политики. И хочу напомнить, что по учетной политике издать приказ о применении измененной учетной политики вы должны в декабре до начала следующего года и соответственно кроме того, что вы должны их изменить и под свое предприятие адаптировать, вы должны их в печатном формате распечатать, утвердить у директора, поставить печать и подшить в красивую папочку, чтобы когда вас запросят, вы могли предъявить и электронный формат, и бумажный, потому что при некоторых, ну например, проверках с вас могут спросить бумажный вариант. сейчас мы с вами чуть-чуть выше поднимемся на закладочку зарплата и кадры и вот здесь я тоже хочу обратить ваше внимание на один момент, но если у вас предприятие относится к регионам например там Дальнего Востока, Крайнего Севера, то есть там, где применяются районные коэффициенты, на это обратите внимание, то есть переход по ссылке изменить вы можете здесь опять она у нас отвалилась, извините, перейдем тогда, пока перезапускается программа к нашим слайдикам и посмотрим вот такой слайд, то есть это льготы, которые сейчас приняты действуют, то есть то, что мы говорили с вами до перехода на демонстрационную базу и сейчас мы с вами поговорим про то, как организация может перейти на другую систему налогообложения, если вы например выбрали, ну например вы работали на упрощенке, а после всех нововведений решили, что упрощенку вы уже не вписываетесь по каким-то показателям, вынуждены переходить например на общий режим или наоборот. Вот здесь хочу напомнить вам одну уже достаточно старую новость, если можно так выразиться, но на самом деле это конечно не новость, это применяется уже достаточно давно, то есть это правило переходного периода, когда вы меняете систему налогообложения. Если например вы работали на упрощенке и у вас действовал кассовый метод, то есть доходы вы имеете право включать, когда денежки приходят либо на расчет, на счет, либо в кассу, то есть любым способом, то в этом случае по дате оплаты признаются доходы, а расходы признаются по дате платежа, то есть естественно когда вы заплатили денежку и при переходе с одного режима на другой у вас возникает проблема дебиторской и кредиторской задолженности, то есть например если вы при переходе на общий режим применяете метод начисления, то есть в этом случае при использовании метода начисления вы выручку признаете по дате оформления документов реализации а не по движению денежных средств и расходы вы признаете по дате получения документов а не движению денежных средств и соответственно в этом случае получается что если например продажа происходила в прошлом периоде когда у вас действовала упрощенка но деньги еще не получены то в этом случае вам нужно соблюдать правила переходного периода и дебиторскую кредиторскую задолженность пересмотреть таким образом что признаются соответственно доходы или расходы при этом я хочу напомнить еще один момент что при применении общего режима сейчас это стало уже не так актуально поскольку все-таки ограничения больше но если у вас выручка не превышает 2 миллиона за каждый последовательный квартал то вы можете применять общую систему налогообложения но использовать кассовый метод то есть в этом случае у вас будут те же налоги которые платят все но выручку вы будете применять признавать как упрощенцы то есть в момент поступления денег и в момент оплаты то есть вот этот момент при смене режимов обязательно надо учитывать и несмотря на то что действует он уже достаточно давно положение о переходном периоде нужно внимательно посмотреть и соответственно использовать потому что в противном случае вы можете нарваться на достаточно крупные проблемы потому что у вас могут признать дебиторскую задолженность выручкой которую сразу естественно под налогообложение попадет и в этом случае вы заплатите гораздо большую сумму пока работает упрощенка пока работает демобаза я быстренько быстренько хочу вернуться туда где у нас была учетная политика находится у нас она в разделе инсы и администрирования в разделе организации если у нас у нас демобазе включен мультифирменный учет то есть когда мы несколько юридических лиц введем в базе если у вас одно юрлицо то соответственно в этом разделе у вас здесь будет только одна запись ну вот мы с вами смотрели андромеду и вернемся по ее учетной политике на закладочку зарплаты то есть саму учетную политику мы с вами уже посмотрели бегом пока она снова не закрылась а рядом с ней то есть видите здесь закладочки касательно налогов и настройка учета по УСН то есть именно вот в этом разделе находится переход если мы будем использовать АУСН то мы там должны будем проставить галочку а на закладочке зарплаты и кадры я хотела обратить ваше внимание на другой момент то есть на самом деле сейчас в связи с мобилизационными мероприятиями актуально стал вопрос по воинскому учету то есть если раньше на отсутствие например воинского учета проверяющих смотрели сквозь пальцы то сейчас это дело гораздо более находится под прицелом и соответственно гораздо больше проверяющих и не забудьте про отчетности в военкоматы то есть должны были сдавать три отчета военкомат соответственно по лицам 15-16 лет по лицам состоящим на воинском учете ну то есть вот для того чтобы проверить соблюдается ли у вас требования по воинскому учету потому что по законодательству все организации должны вести воинский учет и сдавать отчетность в военкоматы то есть посмотреть настроена ли программа для ведения воинского учета мы можем на закладочке зарплата и кадр раз уж мы сюда попали и обратите внимание вот у нас есть раздел воинский учет и ссылочка изменить если мы по ней переходим то соответственно здесь мы можем настроить применение этого воинского учета потому что может быть у вас в компании работают одни девочки и вам учитывать некого но если вдруг туда нечаянно попали и мальчики то вот эту закладочку обязательно стоит проверить и обратите внимание что здесь есть все документы которые организация должна распечатать подшить и поместить в ту же красивую папочку в которой находится учетная политика то есть это приказ об организации воинского учета и план работ по осуществлению воинского учета то есть в плане работ нам нужно назначить комиссию назначить дежурную жертву кто отвечает за этот раздел и собственно говоря получить ее подпись под этими волшебными документами так снова мы уходим отсюда и значит с вами вернемся снова в раздел МСИ и администрирование и посмотрим раздел нет не МСИ и администрирование регламентированный отчет и посмотрим с вами раздел 1С отчетность каким образом этот раздел связан со сменой налогообложения для того чтобы перейти на новый режим ну например у вас был общий режим налогообложения вы видите что вы по всем критериям подходите например на упрощенку сейчас это заявительный характер то есть раньше требовалось получать разрешение сейчас этого не надо сейчас достаточно подать заявление до 31 декабря текущего года в прошлом году у нас 31 был нерабочим днем поэтому соответственно следующий следующий день для подачи был 10 числа но в этом году к сожалению так не происходит поэтому как обычно до конца года необходимо подать документы и вот здесь мы с вами напрямую попадаем в раздел дополнительных сервисов которые у нас здесь есть когда у нас этот раздел открыт вот таким образом то эти сервисы видите перечислены в столбик под основным журналом отчетности если мы заходим в сам журнал отчетности то данные сервисы у нас уже расположены в верхней панели и меню и соответственно здесь уже в самом журнале мы видим формы отчетности которые мы сюда выбрали и по которым сдавалось например отчетно уведомления это в принципе раздел в который приходят уведомления от налоговых инспекций например о предоставлении информации пояснений ну запрос каких-то документов например в рамках встречной проверки ну письма переписка тоже это понятный сервис сверки и игрюл то есть вынесены удобно чтобы не надо было переходить из этого окна куда-то но самая так сказать изюминка то к чему мы с вами стремились это вот личные кабинеты то есть напрямую из программы мы можем перейти с вами в личный кабинет которые зарегистрированы которые зарегистрированы в разных фискальных органах сейчас запустится я туда перейду пока расскажу вам про них значит соответственно получается что мы можем напрямую на сайте налоговой инспекции сделать личный кабинет точнее не сделать а зарегистрировать и фактически из вот этого меню будет настроен напрямую переход в эти личные кабинеты то есть личный кабинет можно сделать и для ИП и для юрлица соответственно что нам дают эти личные кабинеты то есть это прямой переход на сайт где вы можете подать заявление например на смену системы налогообложения зарегистрировать кассы запросить какие-то документы ну то есть выполнить все операции которые практически доступны с этим фискальным органом вы можете ну как бы несколько вариантов взаимодействия вы можете создать документы в программе и отправить напрямую в налоговую службу например или в какой-то другой контролирующий орган то есть минуя операторов связи а можете через личный кабинет зайти напрямую на сайт и уже на сайте создать по шаблону например тоже налоговой инспекции в этом случае это бывает иногда быстрее чем создавать сначала в программе а потом отправлять на сайт так вроде а нет еще еще до конца не проснулась программа личные кабинеты сейчас мы с вами туда перейдем обратите внимание что для фсс то есть для соцстраха есть два личных кабинета один кабинет это общий личный кабинет ага есть быстрее пока не отключилась заново один личный кабинет для работы юридического лица ну то есть сведения о проверках о протоколах о каких-то например начисления пене и так далее ну то есть как обычные действия с юридическим лицом так есть еще один раздел для работы с электронными больничными листками поскольку с этого года у нас идет поскольку с этого года у нас идет выписка больничных листков только в электронном формате то соответственно и работа с лиц вот видите личный кабинет электронной листки нетрудоспособности то есть работа с больничными листками выведена в отдельный кабинет и соответственно вы можете сразу посмотреть в каком статусе больничный от вашего работника прошли или не прошли например ваши данные которые вы отправляли потому что пока еще никто не освободил работодателя от оплаты первых трех дней ну вот например личный кабинет налогоплательщика если мы по ссылке переходим то обратите внимание мы сразу попадаем на сайт налоговой инспекции и вот видим ИК то есть ЛК личный кабинет ИП ну и так далее и соответственно мы можем войти как по регистрации так и по записи госуслуг по такену ну то есть видите достаточно большой выбор как мы можем попасть внутрь этого самого раздела ну и все остальные наши ну то есть это те кто связан с маркировкой Росалкоголь регулирование природнодзор и так далее и статистика на статистику обращаю особое внимание потому что раньше к ней всегда немного наплевательски относились то есть ну забыл сдать отчетность ну и ладно пошлю или по электронной почте то что статистика может применять штрафы было достаточно давно известно но поскольку эти штрафы не применялись то в общем-то народ их всякими доступными средствами обходил этот момент но с этого года статистика тоже начала применять штрафные санкции за несдачу или за несовременную сдачу отчетности и штрафы серьезные то есть за первый случай штраф от семидесяти до ста тысяч а при повторном нарушении это уже будет штраф до ста пяти тысяч в принципе уже сумма достаточно существенная и стоит побеспокоиться зайти на сайт статистики проверить по нестандартная форму ну и соответственно посмотреть а сдали ли вы или уже пора готовиться к расстрелу еще один момент сейчас мы отсюда с вами уйдем еще один момент который мне хотелось бы вам показать это если вы все-таки приняли решение о том что вы меняете систему налогообложения то практические шаги которые вам необходимо сделать значит в этом случае мы снова переходим в регламентированный учет переходим в раздел регламентированных отчетов и здесь через кнопочку создать мы можем создавать дополнительные формы но к сожалению опять она достаточно долго грузится то есть видите здесь идет группировка по видам то есть бухгалтерская налоговая отчетность фонды и у нас есть возможность через уведомления создать заявление ну например на переходе о переходе на ОСН или наоборот на отказ от ОСН то есть допустим я хочу перейти с общего режима или мы можем выбрать еще изменения параметров то есть если например у вас было 6% вы можете перейти на 15% в прощенку но я вот хочу взять сейчас возьму Андромеда ОСН и хочу перейти на ОСН то есть в этом случае у меня в программе формируется заявление о переходе на ОСН и я могу его оставить здесь и потом отправить налоговую службу либо через личный кабинет который мы с вами уже смотрели я могу перейти напрямую на сайт налоговой службы и там создать вот такое же уведомление но здесь у меня уже внесены все регистрационные данные про мое предприятие про налоговую в которой оно зарегистрировано и соответственно в этом случае мне не надо будет заполнять вот эти вот дополнительные поля которые на сайте налоговой инспекции естественно заполнены не будут то есть у меня программа самостоятельно подставит и мое ИН и мое КПП и соответственно другие параметры и в этом случае составление заявления мне будет немножко менее трудоемким я могу его распечатать то есть это обычный формат и соответственно отправите уже из программы 1С используя сервис 1С отчетный здесь хочу обратить ваше внимание что мы с вами смотрели раздел 1С отчетный но есть сервис 1С отчетность это не совсем одно и то же поскольку в раздел 1С отчетность собраны так сказать все инструменты которые вам помогают составить отчетность бухгалтерскую или налоговую и отправить ее адресату а вот сервис 1С отчетность это сдача выбран ну сдача подготовленной и выбранной отчетности напрямую на сайт 1С чем-то похожий на личный кабинет то есть минуя операторов ТКС то есть если вы например раньше сдавали через Астрал СБИС ну еще какие-то операторы электронной связи то здесь изменена именно сама система мы не выгружаем файл промежуточную куда-то в промежуток и не отправляем его оператору связи а передаем напрямую контролирующий орган ну например налоговую инспекцию и после того как мы отдали файлик нужному адресату мы точно также видим статус то есть например в работе получено отправлено и соответственно в этом случае получается что быстрее можно среагировать на уведомления от налоговых органов на требования например на какие-то если получено требование о предоставлении документов или еще какое-то поскольку эти все требования имеют ограниченный срок в течение которого вы должны отреагировать то соответственно в этом случае работа напрямую через сервис 1с отчетность становится гораздо комфортнее и быстрее и так значит мы с вами находились в регламентированном учете в разделе 1с отчетность про которую я вам только что рассказывала ну и собственно говоря этот раздел нас интересует как почтовое отделение через которое можно можно подать заявление при переходе на какие-то другие режимы или использование каких-то других льгот вот мы сразу зайдем в раздел уведомления главное чтобы сейчас она у нас не да и вы видите что у нас выпадает рекламка о том что такое сервис 1с отчетный то есть на самом деле более подробно по него про него посмотреть можно вот по такой ссылочке то есть перейти в справочную информацию именно про этот сервис и подключиться к этому сервису можно бесплатно но есть несколько условий то есть подключиться к нему можно самостоятельно технически там сложности никаких нет значит если вы являетесь подписчиком то есть у вас и тс проф то в этом случае для одного юрлица сдачи отчетности то есть все действия будут бесплатно если у вас много юридических лиц то в этом случае нужно смотреть потому что сервис будет платный но в зависимости от того сколько у вас юрлиц у вас будут достаточно большие скидки вплоть до 80% а стоимость лицензии на применение 1с отчетности ну например 3900 рублей в год то есть если это разбить на помесячную оплату то это получается ну более чем дружественная сумма в настоящее время и именно про этот сервис я вам сейчас рассказывала соответственно если мы подаем уведомление о смене режима налогообложения то мы с вами сейчас сообразить что я на него уже нажала соответственно в этом случае мы с вами увидим в общем журнале наше заявление и будем видеть статус если я использовала эту отчетность то практически сразу после его изменения статус нашего документа то есть он например в работе или он уже принят и соответственно распечатать отсюда вы это можете и всегда если кому-то надо предоставить ну например аудиторам если они запрашивают такой документ еще один момент на котором хочу заострить внимание что практически вот например если я перейду в режим отчеты то я вижу все документы которые у меня отправлялись видите вот статус в работе в работе которые у меня отправлялись ну если например я сменила систему налогообложения и мне требуется сделать какой-то документ который раньше я не применяла то в этом случае я могу через меню создать перейти в режим выбора то есть у меня отразится по после нажатия на кнопочку создать у меня отразится вот это меню вот видите избранное и вот здесь те отчеты которые я формировала раньше ну то есть видите то что я формировала у меня отмечено здесь звездочкой и я вижу этот же отчет в своем журнале а если я хочу выбрать какой-то новый отчет то есть вот в избранном видите у меня сейчас какие-то уже если я хочу выбрать что-то чего раньше не использовала то в этом случае я нахожу в меню то что мне требуется ну например вот мы выкопали скважину теперь я должна платить заводу то есть я выбираю этот раздел выбираю организацию которая будет у меня применять этот режим и естественно период в который мне требуется создать уже такую отчетность и вуаля то есть у нас все получилось и теперь у меня декларация на воду будет отражаться вот в этом общем журнале кроме этого мы можем использовать меню настройки и вот в этом меню мы уже опять же вот видим отчетные формы то есть это вот справочник регламентированных отчетов где мы только что с вами были ну и смотреть разные журналы и если все-таки вы решили что еще надо использовать сервис 1С отчетность то подключиться к нему можно переходом вот по вот этой ссылочке ну в общем-то это все что мы сегодня с вами успеваем рассмотреть то есть о чем мы хотели поговорить снова переключаемся на наши слайды и это вот я вам показываю еще раз где у нас происходит переход на настройки по автоматической системе по автоматизированной упрощенной системе налогообложения и я хочу вернуться к титульному листу еще раз показать вам наши контакты то есть адрес нашей электронной почты телефон адрес сайта и сказать что если у вас появились какие-то вопросы или вам требуется какая-то консультация то мы будем очень рады если вы к нам обратитесь и соответственно в случае если вы обращаетесь например по электрону почте или как-то письменно то мы в этом случае имеем больше времени на ответ именно конкретно по вашей ситуации сможем дать более подробно какое-то описание и характеристику ну и естественно будем рады оказаться вам полезными и предложить любую помощь при работе с программами семейства 1С это может быть и протажа настройка разработка внедрения ну то есть полный спектр услуг в этом в этой сфере на этом компания Кодерлайн прощается с вами мы благодарим вас за внимание благодарим за выделенное нам время будем рады новым встречам спасибо всего доброго спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok